Российские офтальмологи отмечают в последнее время такие грозные заболевания, как глоукома и катаракта, сильно помолодели. Такие диагнозы все чаще ставятся уже в 40 и 50 лет. Во всем мире возрастная маклодистрофия в разных странах выходит на первое место по проценту слепоты, по проценту потери зрения. В российских это пока на первое место находится катаракта по проценту слепых больных. И это заболевание, которое требует оперативного лечения и своевременного обращения к хирургу-офтальмологу. Раиса Алексеевна Заикина полтора года назад лечила в офтальмологическом отделении ВРКБ глоукому. Через полгода после операции нужно было ложиться снова, заменить хрусталик. Но из-за пандемии вмешательство пришлось отложить. Сейчас женщина готовится к операции. Меня направляли в Москву. Я туда отказалась, потому что мне понравилось, как врачи подходят. Так все спокойно, все хорошо. В Москве я побоялась так ехать. Глоукома – это вторая по частоте причина обращения к офтальмологам-хирургам ВРКБ. Но не менее опасная и коварная. К тому же, если больным катарактой с помощью операции удается вернуть зрение, то в случае с глоукомой не все так радужно. Мы оперируем в тех случаях, когда зрение уже, как правило, сильно потеряно, имеется очень высокое глазное давление у пациента, из-за которого потеряно зрение. И можно спасти то зрение, которое осталось. Петр Бакшинский рекомендует после 40-50 лет посещать офтальмолога и измерять глазное давление не реже раза в год. Особенно должны насторожить следующие симптомы – заметное снижение зрения, пятно или так называемый туман в одном глазу. Чем раньше пациент обратится за медицинской помощью, тем больший процент зрения врачам удастся спасти. Есть новые методики, которые позволяют обнаружить глоукому на более ранних стадиях. Это такие приборы, как оптический конгерентный томограф или сокращенно ОКТ, который сейчас у нас есть в нашем районе и в Бутовской поликлинике, и у нас в отделении стоит. Медики ВРКБ применяют в своей практике новейшие разработки в области офтальмологии. Например, методики микропериметрии и ультразвуковой биомикроскопии глаза. Ежегодно врачи проводят около 600 различных операций, большинство из них с использованием современной микрохирургической техники. Так что можно не сомневаться – пациенты офтальмологического отделения ВРКБ в надежных руках.